Был представлен четвертый проект «Тульский анализ». Очень большая работа была сделана Олегом Аркадьевичем Шафира, руководителем архитектурного оборудования с администрацией города и правительством области. Пыталась собрать все лучшее в этом проекте и представить губернатору или жителями в крае. Проект, который в ближайшие месяцы пройдет в большое общественное обсуждение, наполнится турской идентичностью и станет тем проектом, по которому мы до конца следующего года, мы имеем в виду правительство Турской области, по получению губернатора, воплательных и сделанных средств в Турской области. Мы сегодня на презентации очень много внимания уделили этому проекту. И делалось бы очень приятно и важно, что к презентации проекта присоединился один из выдающихся урбанистов нашей страны, Алиса Витович Новиков, руководителя высшей школы урбанистики, высшей школы экономики. Это человек, который и есть экспертиза всех самых лучших мировых трензий в урбанистике. И мы очень рады, что Алексей Витович согласился прочитать небольшую лекцию. Причем он нас сразу попросил, я лекцию прочитаю, но мне интересно пообщаться с вами, узнать какие есть вопросы, чтобы мы немножко эту лекцию приземлили на прошлую землю. Поэтому у меня к нам большая просьба быть, когда Алексей Витович разрешит активным, задавать все вопросы, чтобы лекция в форме перетекла в настоящий мастер-класс. Алексей Витович, прошу. Большое спасибо, мне очень приятно быть здесь. Я здесь благодаря Олегу Акадчу Шапире и компании «Волхорост», которые представили сегодня проезд благоустройства набережной и целого района центрального Тулы. Моя сегодняшняя лекция на самом деле про мировые тренды, и я по ней буду идти. И очень прошу вас, чтобы вы меня действительно приземляли, если вам интересны какие-то вещи, как они проявляются в конкретном проекте, или что-то еще, можете мне задавать вопросы сразу, либо потом, как вам будет удобнее. Потому что, конечно же, поскольку ажинтель очень разная, от практиков до студентов, то выбрать какую-то тему, которая тема важна, мне было бы тяжело. Но я вот начну с этой. Городская среда как экономический капитал, постараюсь рассказать вам про некоторые принципы, из которых мы исходим. Они довольно общие, они построены на каких-то специальных исследованиях, на книгах и так далее, но, тем не менее, по каждому из них есть масса примеров, которые могут показать вам конкретную суть того или иного. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот один из самых, пожалуй, известных трендов, которые сейчас происходят в мире, то, что муниципальная экономика становится мировой. Мы привыкли к тому, что мировая экономика – торговые потоки, потоки товаров, капиталов, баржи, транспорт, самолеты, пересторегивания стран по воловому внутреннему продукту. Но так или иначе, если мы сейчас посмотрим на структурные изменения экономики, то мы понимаем, что значительная ее часть приходится на, в общем-то, не очень большое пространство. Это порядка 40 мегарегионов в мире, 18% населения пока что всего, но две трети мирового волового внутреннего продукта. Муловой продукт – это где-то порядка 65 триллионов долларов, если измерять, как доллары, 70 триллионов долларов. И две трети – это, как вы понимаете, всего лишь на 40 мегарегионов урганистических городских. Это, в общем, порядка 40, чуть больше даже. То есть это, в общем-то говоря, действительно то место, где все это сосредоточено. Таким образом, вся эта экономика, она перестает быть экономикой в стране, в городе, а становится экономикой города, агломерационной экономикой. И вот недавно Economist Intelligence Unit – это подразделение журнала Economist английского, они проводили исследование и опубликовали очень интересный результат, что оказывается, муниципальное регулирование, это условно, совсем уж приземленное, это правило землепользования и застройки. Они в разных странах по-разному называются, где-то это система правового зонирования, где-то у нас это правило землепользования и застройки. Так вот только они со всеми своими регламентами создают стоимость, поток денежный, который эквивалентен 5-13,5, в зависимости от того, как вы это оцениваете, процентов мирового волового внутреннего продукта. То есть, если это 65 триллионов долларов, то сами посчитайте, предположим, возьмем 10, то есть это 6,5 триллионов долларов в среднем примерно. Огромная цифра, воловой продукт России, порядка двух с небольшим, то есть это три России, только стоимость, создаваемая ПЗЗ, условно, если брать все города мира. Или же их аналог, аналог этого ПЗЗ. Таким образом, мы видим, что города контролируют совершенно какие-то колоссальные потоки финансовые. Более того, если, например, возьмете московский водоканал с его всеми сетями, то они будут по протяженности больше, чем все нефтепроводы Европы. Нефтепроводы это Франция, Германия, Голландия, Великобритания. То есть, опять же, мы получаем предприятия, которые по занятости, по капиталу становятся гораздо больше, оказываются гораздо больше, чем привычные нам всякие компании с мировыми брендами, типа там Siemens, Philips, ExxonMobil и так далее. И все это в рамках городской экономики. При этом они инфраструктурные, при этом они обеспечивают пространство, они обеспечивают территорию, и взгляд на них отраслевой, в общем, больше не работает. И мы понимаем, что стоимость недвижимости, стоимость среды, которая дает в казну очень многих городов, которые основаны, финансы которых основаны на налогах, на недвижимость, это не в нашей стране, к сожалению, пока, но тем не менее, это, возможно, наша перспектива. Вот одно такое небольшое вливание дает нам там 8-15 раз превышение по отношению к стартовой позиции цены квадратного метра городского пространства. Это не цена квартиры, а именно пространство самой среды. Ну вот такого рода проекты постоянно сейчас встречаются. Вот там реконструкция целого старого такого промышленного куска докового там в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. В Москве это очевидно тоже программа редевелопмента старых промышленных территорий. Суммы примерно такие, в 8-15 раз, может быть и гораздо больше, но так или иначе, сами понимаете, что это то, что не может себе позволить корпоративная экономика. Корпоративная экономика такими вот темпами не прыгает. Городская позволяет себе такой мультипликатор, такое увеличение. Мы сегодня говорили о том, что почему важна вот эта программа собственно развития реконструкции и благоустройства центра, потому что это как инвестиция, даже несмотря на все соображения комфорта, она намного интереснее, чем инвестиции в любое промышленное предприятие, потому что мультипликатор ее, то есть на одного человека, занятого вот в этом сегменте, уже после того, как он состоится, приходится там до 15 человек, которые косвенным образом занятости создаются. Музей это там мультипликатор 8, университет 15, торговый квартал, квартал музейный, это вот где-то порядка в 10-15 раз увеличивается емкость, экономическая емкость места, измеряемая либо деньгами, либо занятостью и так далее. А главное возникает вот разнообразие социальных, профессиональных ролей в этом случае, которые для города так важны, потому что если город на чем-то специализирован, ну вы же, если вы родились в нем, вам же не хочется, если тут находится там фармацевтическая фабрика или какой-то оборонный завод, работать только там, по каким-то специалистам, которые только они предлагают. Вам же хочется всего спектра, и учиться там в физике, и работать инженером, или там работать учителем и так далее. И вот вся вот эта вот масса социальных и профессиональных ролей, она возникает тогда, когда инвестируют в развитие города, его территории, а не в какой-то конкретный сектор экономики. Вот этот взгляд, он очень сильно меняется. Он меняется не только в каких-то конкретных проектах, он меняется на уровне, ну, собственно говоря, экономической методологии национальных счетов. Вот есть такой способ, есть оценки экономического, экономического, не социального благосостояния страны, ее способности производить доход, это вот воловой внутренний продукт. Он оценивается в определенной методологии. Лет 6 или 7 тому назад президент тогда Франции Николя Саркози довольно интересная история, потому что она очень такая эмоциональная. Он совершал свой первый визит государственный в США, ему принесли таблицы, которые сравнивали Штаты с Францией. И он увидел, что Франция проигрывает по многим позициям США, там по экономическим. Он возмутился, он сказал, я был много раз в США, это не так, я совершенно точно понимаю, что Франция гораздо интереснее и ухоженнее, ее благосостояние гораздо более высокое. Что-то тут не так. Ему начали объяснять, что показатель ВВП, он, в общем, приурочен к измерению такой отраслевой экономики, а средовую экономику он не измеряет, и он не измеряет богатство, он измеряет только, собственно, продуктивность. И он тогда создал группу во главе с лауреатом Нобелевской Фремии по экономике Стиглицем. Тот позвал к себе своих коллег международных, и они начали, создали группу, которая по-английски звучит Beyond GDP, за пределами ВВП. и начали экспериментировать вот с этим вот параметром национальное богатство, которое потом редуцировали до уровня региона, до уровня города. В чем его смысл? Ну, например, есть семья, как они там приводили пример, в которой есть две семьи, в каждой по два человека, муж и жена. В одной семье доход 50 тысяч долларов в год, условно говоря, в другой семье доход 50 тысяч долларов в год. В одной семье работает один человек, а в другой семье два человека и получают по 25, а в одной семье, значит, один и получает 50. Какой, что лучше? Ответ очень непростой. Одни скажут лучше тот, где два человека работают, поровну получают и так далее. Вроде как устойчивая ситуация. Ответ с точки зрения национального богатства лучше первый вариант, где один работает, получает 50 тысяч, а второй не работает, но на самом деле работает. Он воспитывает детей, он участвует в какой-то добровольческой деятельности, благоустраивает территорию, преподает где-то бесплатно и так далее. То есть он совершает какую-то полезную деятельность. И в конечном итоге эта деятельность в расчет ВВП не попадает. Вся деятельность по благоустройству, я не знаю, вашей лужайки перед домом, если это индивидуальное жилье, или работа, просто какая-то трата вашего времени на то, чтобы ваш подъезд или придомовая территория была в более каком-то форматном состоянии. Все, что угодно. Мы можем туда любой добровольческий труд и даже не добровольческий. Воспитание детей – это воспитание детей, или уход за домом – это то же самое. Так вот они начали оценивать вот этот самый труд, который не денежный, его не уловить через экономическую статистику, и начали пытаться понимать, а сколько к ВВП добавит вот этот труд, если его каким-то образом оценить. И поняли, что это на самом-то деле достаточно высокая доля. От 5 до 10% ВВП увеличивается, то есть в расчет этого ВВП увеличивается, если принимать во внимание только вот этот фактор, неработающий член семьи, который создает какие-то определенные ценности. Дальше они, соответственно, перешли к другим каким-то замечательным, вещам. Например, они оценивали амортизацию городской среды. Если, например, экология выглядит не очень хорошо, если воздух загрязнен, то они, соответственно, дисконтировали вклад сектора недвижимости в расчет волового продукта. На этот придумывали коэффициент. Или же, если вы тратите в пробках огромное количество времени, они считали финансовый эквивалент этого времени и уменьшали воловой внутренний продукт на это время. И вот как только они начали это все делать, они выяснили, что львиная доля этих факторов привязана к городской среде. Это потеря в пробках, это загрязнение, это неэффективная работа общественного транспорта, это невозможность участвовать, то есть отсутствие такой планировки, которая позволяет вам создать какой-то комьюнити, сообщество и так далее. И в результате, по тому, как они посчитали сами по себе эти страны, они разъехались со страшной силой, и Франция победила у США с большим счетом. И это не была подтасовка, а просто действительно французская среда гораздо более... там меньше неравенства, она гораздо больше благоустроена, она более компактная, интересная с этой точки зрения. Да, Штаты очень сильно разрослены. И вот эта вот логика, она дальше вот сейчас движется, и там городские экономисты, региональные экономисты, они движутся в эту сторону, они пытаются придумывать совершенно другие индикаторы оценки экономического роста, и сам по себе рост перестает быть целью, он становится побочным фактором, а целью становится богатство. Национальное богатство уже Всемирный банк считает, ранжирует страны по национальному богатству. Вот, например, Финляндия и Австрия, у них одинаковый воловой продукт на душу населения, но по национальному богатству, как вы думаете, какая из них больше? Австрия или Финляндия? Австрия. И вы знаете, что основное там, хотя Финляндия был бы правильный ответ, потому что там действительно они оценивают лесной фонд и всякое прочее, но городская среда, музеи, искусство и так далее, то есть все, что входит в понятие такого вот культурного капитала, в Австрии гораздо выше, поэтому национальное богатство австрийское через вот эту вот городскую экономику, оно намного выше. И, собственно, это прекрасно уловили инвесторы, хедж-фанды, банки инвестиционные и так далее. И сейчас сдвиг, если вы посмотрите на их портфели, то проектное финансирование, связанное с развитием инфраструктуры городской, занимает все больше и больше и больше доли. В эту инфраструктуру входит и транспорт, и любой, и дорожное строительство, и развитие социальной инфраструктуры, и проекты реновации, проекты возрождения среды. Поэтому для даже таких уж совсем акул бизнеса, которые смотрят только на, соответственно, маржу, вот эта вот часть экономики, вот этот ракурс становится гораздо более интересным. Даже в России. Потому что Россия немножко отстает в этом смысле, но тем не менее сейчас, например, вот крупные банки типа ВТБ и ВЭБ, они создают подразделения, которые смотрят на вот эти городские проекты. И не только из-за того, что они как бы выполняют свою социальную миссию, но и из-за того, что они дают им достаточно серьезную прибыль. И последнее, что здесь важно, меняется менталитет самого управленца и, собственно, финансиста, и гражданина, и управленца городского, потому что он смотрит теперь на экономику города, на среду, как на сервисный продукт. Вот если раньше мы, например, измеряли продуктивность транспортного сектора по количеству подвижного состава, по числу пассажиров, которые он перевозит и так далее, то теперь нам важно транспорт как услуга. Нам важно сокращение времени, которое дает эта услуга, передвижение из точки А в точку Б. Нам важно количество пересадок, которые делает человек. Нам важно не отдельный вид транспорта, а мультимодальность, чтобы была… Вот для этого мы развиваем эти мультимодальные пересадочные центры, которые в конечном итоге позволяют этот маршрут сделать, с одной стороны, комфортным, с другой стороны, относительно быстрым и по времени непревосходящим какие-то допустимые нормы. Вот мы делали анализ российских городов. У нас очень сильно проваливается вот по этой части собственно и агломерационный транспорт, который в рамках агломерации существует, и собственно городской. Огромное количество лакун, где куда доехать можно, только пересев с одного вида транспорта на другой, два раза и больше, где эти пересадки сделаны неудобно, и там приходится проходить какое-то пространство. Вот российские, индийские города в этом смысле сильно уступают и европейским, и американским, потому что там действительно в этом смысле вот эта связанность, она является конечным продуктом даже вот Министерства транспорта. Если у вас есть в городе департамент транспорта, его задача именно измеряется, его продуктивность, эффективность действия этого департамента измеряется тем временем, которое люди тратят на перемещение, его сокращением, качеством обслуживания и так далее. Вот недавняя очень интересная дискуссия, на которой я был свидетелем, она меня вообще очень сильно потрясла, потому что я такого подхода не ожидал. Она была в Лондоне, в Большом Лондоне, по поводу того, нужно ли 16 миллиардов фунтов инвестировать в ускорение поезда между Бирмингемом и Лондоном. Значит, сейчас эта дорога занимает 3 часа 25 минут. И, конечно, работать в Лондоне и жить в Бирмингеме невозможно. А эти 16 миллиардов фунтов предлагали проинвестировать для того, чтобы сократить время. И они сокращали его на 15 минут. То есть поезд в этом случае бы двигался 3 часа, соответственно, 10 минут. Это все равно недостаточно. Выигрыш очень небольшой, деньги огромные. В результате победила команда, которая сказала, а зачем? Пускай будет такой же поезд 3.25, все равно мы не сделаем это часом или полутора, который имеет смысл для того, чтобы совершать майдниговые поездки. Мы пока не Hyperloop Элона Маска. Мы пока не сделаем это. Давайте мы лучше проинвестируем в вагоны, в которых можно работать. И люди будут ехать, если им нужно, они будут там сидеть и работать 3 часа совершенно спокойно. Это стоит не 16 миллиардов фунтов, а 16 миллионов фунтов. Это установка точек Wi-Fi, это переоборудование вагонов и так далее. И в результате вот такое решение. Довольно забавное. Но оно совершенно не в рамках инженерной логики транспорта, а в рамках сервисной логики, вот, собственно, о той, о которой мы говорим. То есть они думают о том, каким образом для граждан создать вот этот вот комфорт и услугу. То есть даже если они тратят это время, они тратят его с некоторым смыслом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и здесь я просто… Это немного про корни того, что мы называем общественным пространством. Дело в том, что сама по себе концепция, в том числе экономическая, общественного пространства, она родилась в эпоху Возрождения. И то, что происходило тогда, очень интересно, был такой исследователь городского пространства. Он был специалистом по Венеции. Он очень молодым человеком умер совсем не так давно, такой Деннис Казгроуф, англичанин. И он обратил внимание на то, что в определенный момент времени, это как раз раннее Возрождение и потом в течение всего Возрождения, вдруг неожиданно появилась индустрия пейзажной живописи. Вот изображение картин природы существовало всегда, еще в давние времена, несколько тысяч лет назад, еще египтяне этим занимались, да просто наскальные рисунки были. Но, собственно говоря, так как индустрия, как такой поток, который стал, попросту говоря, важным элементом даже экономики страны, писания пейзажей и продажи, возникло как раз в этот момент, в эпоху Возрождения. И тогда же, параллельно с этим, возникла концепция современного театра. И этот нам Казгроуф говорит, что на самом деле освобождение человека от церкви, секуляризация позволила ему, наконец, увидеть себя не как элементом природы, то есть он и природы-то не видел, он увидел ее с городской стены, когда она появилась, увидел ее через окно, и понял, что он как-то от нее отделен. И вот театр, это саморефлексия общества, он впервые увидел общество, он как бы раньше жил в религиозных и природных циклах, а тут он понял, что есть какое-то сообщество вокруг, и начал по поводу себя ставить сценки, ерничать, писать карикатуру. Вот здесь вот знаменитые карикатуры Хогарта. И он увидел природу, начал ее рисовать, и появилась частная собственность на землю, возникли вот эти все институты. И это был просто маркер того, что вдруг появилось некое пространство, которое стало интересным с экономической точки зрения, с социальной точки зрения и так далее. Появились первые планы городов, такие вот серьезные, профессиональные, это Леон Батист Альберти, это планы Рима и так далее. И, собственно, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Дальше вот существует такая интересная легенда, уже после того, когда это все состоялось, и все постепенно поняли, о чем речь, это пространство увидели, поняли, осознали, оно все равно было очень иерархичным. Были отдельные дамы лендлордов, отдельные поместья королей и принцев, где-то бы жил простой лютый и так далее. Все очень было иерархично. И вот есть такая легенда, это может быть очень красивая, это точно состоялось, но очень может быть красивая интерпретация, но мне она нравится, потому что она действительно, по сути, передает, что произошло. В 1783 году братья Монгольфер испытывали свой воздушный шар. Они испытывали его в Версале, собрали огромную толпу, посадили в корзину практически белку и стрелку, то есть они посадили козу и курицу, и в центре у помоста там стояла королевская семья, вокруг всякие дипломаты, послы, там был посол США Бенджамин Франклин, который потом на доллар попал со своим изображением и так далее, наши послы российские были и так далее. Потом стояла какая-то буржуазия, потом охрана, а потом в конце где-то в промежутке стоял простой лютый. И дальше, когда шар полетел, это было такое удивление, люди настолько изумились тому, что произошло, потому что представить они себе этого не могли, что есть какой-то летающий объект, а там еще сидят живые существа. Он полетел и ветром, и вон сдуло. И весь этот народ перемешался и побежал. И вот с этого момента возникла идея, собственно, общего пространства, общего, которое доступно всем, независимо от того, король ты или охранник в королевской гвардии. Вот они все побежали за этим чудом. И это стало метафорой, это стало символом того, что есть некоторое общественное благо, из которого, использование которым, никого нельзя исключать. То есть оно общее. Это городские площади, это какие-то общие пространства, в которых все могут находиться. И даже если там много народу и тяжело, тем не менее, это все равно как бы вот такое пространство. Так что вот разрушение социальной иерархии, а сейчас происходит процесс разрушения отраслевой иерархии, то есть взгляда отраслевого через отрасли экономики на взгляд комплексный, пространственный. Вот это вот ровно то, что происходило тогда и то, что происходит сейчас. Только вместо людей, смешивающихся сейчас, смешивающиеся вот эти вот отрасли экономики, Компании, которые начинают вдруг оказываться в ситуации сотрудничества по поводу какого-то конкретного куска территории. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, это вот я быстро пройду. Это вот, собственно, теория общественного блага, когда использование пространством нельзя исключить человека, нельзя его разделить, это пространство, поровну на несколько человек. И нужно допускать, что кто-то будет пользоваться этим пространством всегда и не будет за него платить. Любой приезжий в ваш город, который не платит местных налогов, он может прийти на вашу площадь, которая устроена за ваши деньги. То же самое в Москве. Любой человек, поскольку она столица, может прийти на Красную площадь или пользоваться вот этими благами благоустройства, моя улица и так далее, когда там будет… Сейчас может пользоваться только тяготами, но через некоторое время сможет воспользоваться благами. Это там все сделано в основном на деньги налогоплательщиков, но так или иначе местных это все равно доступно всем. Вот эти три основных идеи, они лежат в экономике общественных пространств и в экономике общественного блага. Следующий, пожалуйста. Вот маяк здесь, кстати, нарисован был потому, что маяком могут пользоваться все. Он стоит, и любой корабль его видит и пользуется им как общественным благом. Вот дальше начинаются уже проблемы. Вот пляж может быть частным и вот таким, а может быть общественным, как внизу. И здесь возникает квазипубличное благо. С одной стороны, вы можете брать деньги за им пользование, как за платные дороги, да, и сегрегировать каким-то образом пользователей этих пространств. Иногда это невозможно. Например, там в Испании запрещены частные пляжи, все, весь все побережье общественное. Там нет, невозможно никаких частных выходов. В штатах сплошь и рядом. В одном штате там могут быть плашные частные пляжи, в другой штатах это запрещает. Но так или иначе. И вот в зависимости от того, как устроена правовая среда, вот можно регулировать эти общественные блага. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот и дальше куски территории идут из одного типа в другой, то есть из полностью публичного в полностью частное через квази или наоборот. Следующий, пожалуйста. И почему, собственно, нас так волнует благоустройство, обустраивание территории с экономической точки зрения? В странах, где действует налог на недвижимость на муниципальном уровне и покрывает 80-90% доходов, у нас этого нет, но у нас это в какой-то момент все-таки настанет, там эта машина, это вечный двигатель. Если вы возьмете вот слева, эта колонка, это общая стоимость здания, вы берете его за 100%. Сама коробка, это не больше 15% в стоимости. Дальше идет инфраструктура, еще порядка там до 25, а все остальное это среда и местоположение. Вот в стоимости квартиры, если вы разделите ее на кусочки, то вы увидите, что местоположение отвечает за 50, за 60, за 70% этой стоимости. И таким образом очевидно, что если вы, а ваш муниципалитет живет на деньги от налога на недвижимость, то вам необходимо увеличивать эту стоимость, правильно? Чтобы жители как бы богатели с одной стороны, с другой стороны сама недвижимость поднималась, и у вас тогда появляется в бюджете налог, вы можете тратить это на разные программы, но значительную часть этого налога выпускаете на благоустройство, потому что это поднимает вам вот эту вот стоимость, оценку среды, местоположение, и именно больше всего именно оно, потому что если вы инвестируете в качество коробки, это да, но это небольшая доля. Если вы в инфраструктуру, это тоже хорошо, но это побольше. Но самое главное, это собственно окружающая среда, местоположение и так далее. Поэтому инвестиции в благоустройство в этом экономическом механизме, где действует налог на недвижимость, это самое рациональное направление вложения финансовых средств. Там рациональный просто не придумаешь. Оно и создает рабочие места, у него большой мультипликатор, да еще ко всему прочему оно увеличивает вам налоговую базу. Следующее, пожалуйста. Почему не работает в России? Во-первых, низкие доходы населения, значительная часть домов, особенно индивидуального жилого фонда, построены таким полухоспособом, и они не соответствуют даже по качеству, оно выше, чем человек иногда зарабатывает. Поэтому введение налога на недвижимость его просто убьет, этого человека, который там 25 лет, пока я плечу, собирал свой дом, а теперь он должен, он будет оценен достаточно высоко, а у него работы нет. Это социальные ограничения. Затем сама оценка стоимости. Либо есть рынок, а рынок у нас очень сильно ограничен в связи с тем, что у нас низкая резидентная мобильность, то есть люди переезжают с места на место из одного города в другой достаточно нечасто. Внутри города это происходит, но зачастую недостаточно для того, чтобы сформировать какое-то достаточно квалифицированное мнение по поводу стоимости недвижимости. И из-за этого, когда такое происходит, действует система оценки через оценщиков. Оценщики есть, они существуют, но сама по себе система все равно еще в зачаточном состоянии и не всегда объективна. Поэтому все это движется очень медленно. Но вот в больших городах типа Москвы это уже начинает вводиться, и я боюсь, что это станет такой как бы следующей драмой, и в хорошем, и в плохом смысле. Потому что, с одной стороны, это очень нужно, а с другой стороны, это очень тяжело. Это как с парковкой. Запретили парковаться в Крик, все недовольны, но ничего другого, кроме как этот самый мягкий способ ограничения движения в Москве, иначе там это все вообще умрет. И вот эти драмы, они одна за другой сейчас, и вот следующая будет, по всей видимости, с этим. Ну и ипотечное кредитование тоже важный инструмент, потому что он дает возможность увеличить оборот на рынке недвижимости, а он пока еще все-таки не настолько велик, хотя сильный прогресс в этой области. В прошлом году было выдано, выдан миллион ипотечных кредитов в стране. В общем, это вполне приличный размер. До этого бы все это измерялось там десятками тысяч. Следующий, пожалуйста. Вот как теперь оценить, сколько стоит преобразование среды городской? Вот есть такое понятие «нефинансируемые мандаты». Что это такое? Это когда федеральное правительство принимает закон, который вас, как муниципалитеты, заставляет производить какие-то мощные изменения городской среды. Например, принимает закон о равных возможностях инвалидов. Это значит, что вы должны оборудовать все пантусами, делать оборудование в туалетах, в общественных местах и так далее и тому подобное. Такого рода законы принимаются как законы о заботе о правах человека, как социальные законы, они очень важны. Но вот в странах с федеральным устройством, например, в США, во-первых, они имеют абсолютно жесткую силу, что за раз федерация приняла этот закон, значит, муниципалитет его должен выполнить, иначе это невозможно, иначе он будет нести огромные штрафы. У нас это немножко не так, у нас иногда они таки принимаются в воздух, а дальше там удалось выполнить, не удалось это как бы по обстоятельствам. А есть вот с такими жесткими делами. И, значит, пример по инвалидности в Нью-Йорке. Они посчитали, сколько будет стоить оборудовать общественные туалеты, например, этими приборами, поняли, что они выходят за бюджет, и они закрыли все общественные туалеты, чтобы не нарываться на штрафы. В Нью-Йорке нет ни одного. Ни одного. Только в кафе. Вы просто не найдете ни одного, потому что как только они начинают открывать хотя бы один, они нарываются на штраф, но один им не имеет смысла открывать, они должны там несколько, а денег это стоит огромное количество. И, соответственно, такие же, там чистый воздух, это огромные преобразования, это новое оборудование не только для промышленных предприятий, это нагрузка, но и для коммунальных служб, санитарные нормы и так далее. То есть все вот это, вот как оценить, сколько это все стоит, включая, соответственно, сюда различного рода программы по благоустройству. Вот в США это где-то 7,8% средних местных бюджетов, некоторых доходит до 20, некоторых меньше. В России, если бы все исполнялось, это порядка 35%. Это проект, который мы делали вместе со Всемирным банком, оценивали вот эту нагрузку на российские города. До 35% бюджета. Вы сами понимаете, чудовищная цифра. Это все расходы на образование, на здравоохранение, сразу, просто. Поэтому вот для того, чтобы оценить, чем мы имеем дело, с каким экономическим качеством и объемом, вот такого рода оценки очень часто бывают полезны. Следующий, пожалуйста. Теперь вот как все-таки оценить стоимость среды всей целиком, не только физической, которую мы преобразуем, но и то, что в результате происходит. Нам помогает в этом вот этот человек, замечательный Эрнандо Де Соте, который написал несколько книг. Он написал, вот одна из моих любимых, называется «Другая дорога, the ad pass» по-английски. А это вот «Загадка капитала». Что он сделал? Он был на самом деле советником президента Фухимори в Перу. И до того, как тот сбежал в Японию, его там объявили, политические были страсти всякие, его объявили, значит, врагом Перу и так далее. Но вот он был этим советником Фухимори и разрабатывал ему план экономических реформ. Что он сделал? Он на самом деле сказал буквально следующее, что самая главная проблема в развитии капитала, среды как капитала, это транзакционные издержки. Это издержки, на которые мы идем ради того, чтобы сделать что-то полезное. Ну, например, открыть компанию, купить квартиру и так далее. И начал эти издержки измерять. То есть он организовал швейную мастерскую, а затем пытался ее зарегистрировать в Перу, а потом сделал это в Пуэрто-Рико. А потом сделал это в Египте. И получилось, что в Египте ему для того, чтобы пройти все стадии зарегистрировать то, как это нужно сделать, ему потребовалось бы 150 лет. В Порто-Пренсе порядка 80 лет, а в Перу порядка 60 лет. Если бы он сделал все по правилам. Поэтому он говорит, что там существует колоссальный экстралегальный сектор. То есть не нелегальный, там ничего нелегального люди не делают, ни наркотиками не торгуют, ничего такого предосудительного. Но они весь свой этот бизнес содержат в нелегальных условиях, а те, кто... В экстралегальных, таких теневых. А те, кто на это не идет по характеру, где-то вообще от этого отказывается. И он начал пытаться понять, попытался понять, а какой объем вот такой деятельности, которая либо в тени находится, ну как бы вот в такой полутени, либо сколько людей отказывается от этой деятельности. Из-за бюрократии, административных барьеров, из-за коррупции, из-за неправильной планировки, из-за того, что просто поток не создается в том месте, где вам предлагается снять или арендовать комнату или там помещение для чего-то. И дальше вот он начал измерять это все. И можно следующий слайд, пожалуйста. Следующий там есть? Спасибо. И вот это вот он перечисляет страны, какое количество времени тратите на регистрацию собственности. Вот там в Гаите, в Кирибате 513 дней, а в Португалии один день. Какую долю пошлина на регистрацию в Бутане 0%, а, например, в Сирийской Арабской Республике 27,9% от собственности самого помещения. И вот он по всем странам сделал такую штуку, но это уже проект Всемирного банка, который подхватил эту идею и создал такое подразделение, называется Doing Business, делая бизнес в той или иной стране. И вот они начали это считать. Следующее, пожалуйста. Вот это положение о разрешении на строительство. Вот вам опять же в днях, 25 дней в Сингапуре и 3 года, больше, 3,5 года в Гаите, например. В России 540 дней, в зависимости от того, о чем вы говорите. И так далее. Соответственно, дальше он… Следующий слайд, пожалуйста. Дальше он посчитал вот этот так называемый экстралегальный, нелегальный и мертвый капитал и получил… Следующий слайд, пожалуйста. Вот такой достаточно забавный результат. Итого по миру это 9, почти что с половиной триллионов долларов. 9 триллионов долларов, вот если воловой продукт США это 16 триллионов, то это 10, ну в общем, половина того, что генерирует США. Это вот теневой капитал, а городской из него почти 7. То есть это ровно половина вот как раз американского волового продукта. Американский воловый продукт это четверть мирового, поэтому вот это, соответственно, шестая, восьмая часть мирового продукта вообще в тени или от нее… или люди отказались от того, чтобы его производить. Интересно мне знать, я, к сожалению, не знаю, какая часть из этого связана исключительно с административными барьерами и с коррупцией, а какая часть с планировкой. Но мое подозрение, что планировка отвечает за это, особенно в странах, вот с бывшего соцлагеря, где была вот эта вот фордистская застройка жилых кварталов 60-70-х годов, микрорайоны, многоэтажки, вот это вот поле посередине и так далее, которое не работает на сообществе, которое не создает торгового потока, работает как центрифуга. Мне кажется, что это как минимум половина, но я, к сожалению, не могу вам сказать, это надо специально еще и следовать. Следующий, пожалуйста, слайд. Он предлагает что делать, в данном случае он предлагает зафиксировать этот экономический потенциал и так далее. Мы, пожалуй, на это не будем тратить время, а на мой взгляд, с нашей точки зрения, с точки зрения урбанистов и градостроителей, главное, это качество планировки городской. Та планировка, которая создает потоки, которая создает правильную плотность, с которой можно вылечить чрезмерный трафик, которым можно создать гораздо больше пешеходных маршрутов, для того, чтобы люди вокруг себя получали тот объем услуг, который они должны получать в течение дня в ближайшем окружении. И вот это, пожалуй, самая главная задача. В России, собственно, вот эти районы спальные, которые существуют везде в каждом городе, они порядка 60% вообще всей территории занимают. Это огромный груз на воловом продукте. Из-за этого не происходит диверсификация в стране нормальная, из-за этого не создается малый и средний бизнес в нормальном количестве. В России доля ВВП малого и среднего бизнеса 20%, 21%. В Японии 65%, в Польше 45%, во Франции 50%. Только ли барьеры, только ли коррупция? Отнюдь. В основном это просто невозможно сесть в местах наибольшей плотности. Вот в плотности в московских спальных районах, она там 10 миллионов человек живет между МКАД и Третьим кольцом, а в Москве всего 15. Вот там основные люди, там меньше всего коммерческих торговых учреждений. Вот эта вот планировка, она их просто оттуда выталкивает, она не дает там осесть в том количестве, в котором они должны там осесть. Следующий, пожалуйста. Ну вот этот вот знаменитый английский экономист Джон Мейнард Кейнс, почему он нам интересен? Он написал на самом деле очень интересную книгу «Теорию процента занятости и денег». И она легла в основу нового курса Рузвельта, президента Рузвельта, когда он объявил, что общественные работы, публичные работы, преобразование пространства, инвестиции в среду городов, инвестиции в дороги, в инфраструктуру, они есть способ вытащить страну из экономического кризиса, поскольку вот мультипликатор большой. И вот, собственно, это он и написал. Следующий слайд, пожалуйста. Вот левый верхний кадр — это египетские пирамиды, на которые Джон Мейнард Кейнс ссылался и говорил, что экономическое чудо Египта держалось на культе, то есть не на какой-то экономической необходимости производить товары или услуги, а создавать культ своим императорам. И вот вся вот эта активность вокруг этих пирамид, там, соответственно, разработка каменоломни, разработка камня, его транспортировка, там куча рабочих, которые создавали эти пирамиды, архитекторы, всякие проектировщики и так далее, это все создавалось ради некой цели абсолютно нематериальной. И Кейнс говорит, что нематериальность этой цели, вообще цели в экономике, она самая главная. Дальше приводят следующий пример вот с этими шахтами в правом нижнем углу. Это рабочие, которые угольные, которые в этих шахтах сидят. Что нам говорит Кейнс? Он говорит, представьте себе, что все золотой запас США из Форта Нокса украли и забросили на дно шахты в Западной Виргинии. И вот у нас нет этого золотого запаса. Дальше мы понимаем, что он на дне этой шахты. И мы начинаем бросать туда рабочих, чтобы они откапывали золото. Что происходит? Они откапывают золото, то есть они создают реальные ценности, то есть их возвращают. Вокруг их надо кормить, их надо стричь, им надо где-то жить и так далее. И они создают вот эту активность по фактически ликвидации последствий катастрофы. Украли золотой запас. Создает в экономике импульс, который ее вытаскивает. Знаменитый пример ураган Катрина, который снес половину Нового Орлеана в США, оказался просто лучшим экономическим инструментом. После этого Новый Орлеан просто рванул так, как никогда я вообще свою историю не мог рвануть. Потому что началась вот эта вот безумная активность по восстановлению, и она вывела город на совершенно другое качество. Вот это вот банкротство, что написано, это другой такой замечательный человек есть. Он до сих пор комментирует то, что происходит в США. Бывший советник еще в первую волну, в первую кампанию президентских выборов в США, когда Клинтон с Обамой конкурировал. Он был ее советником по социально-экономической политике. Он пишет много книг, очень умный, интересный человек. И вот одна из книг у него называется «Заставить страну работать» – «Making America Work». И в этой книжке он пишет, что экономика Америки устроена таким образом, и крупных городов в частности, и в особенности крупных городов, что когда вся страна идет вниз, города держатся наверху, потому что там существует колоссальная армия юристов, которые начинают работать над сделками по банкротству. Казалось бы, банкротство, все плохо, но тем не менее должны быть сделки, юристам платят деньги, они тратят эти деньги в экономике города и так далее. И вместо того, чтобы полностью сваливаться в пропасть экономическую, это все начинает расти. То есть, казалось бы, армия таких никому вроде ненужных людей, которые никаких ценностей не создают, они только обслуживают сделки по банкротству, они вытягивают значительную часть экономики города. Ну и последнее, верхнее, это знаменитый проект студентов Миннеапольского университета, о котором сказали буквально следующее. Мы можем возродить любой район города, если мы начнем там какую-то активность. Они напечатали футболки с названием северо-восточного района, я забыл, как он называется, Миннеаполиса, вышли туда в летние каникулы и начали там тусоваться. Сначала туда приехала полиция, начала их разгонять, потом приехали телевизионщики, начали все это дело снимать, они получили какую-то популярность. Потом туда пришли зеваки, потом какие-то продавцы кока-колы и так далее, тому подобное. И так потихонечку, потихонечку, на третий месяц туда потянулись какие-то художники, музыканты. Это стало популярным районом. Потом туда переехали какие-то артисты, художники, сняли квартиры, аренда понеслась вверх, и они за полтора года вытащили этот район из абсолютного болота в модный и интересный. То же самое сделал Роберт Де Ниро, когда купил квартиру в одном из мясных хранилищ в Трайбеке в Нью-Йорке. Просто купил себе практически этот этаж, был весь холодильником. Он его купил, а внизу устроил кинотеатр. После этого теперь там вообще никто поселиться не может. Это такой дорогой район, что к нему не подступится. Вот такого рода вещи в городской экономике происходят. Именно поэтому благоустройство – это ровно то же самое. Это создание магнита, построенного на правильных потоках, который фактически вытаскивает за собой все остальное. В гораздо большей степени, чем отдельное предприятие или отдельная корпорация. Следующий, пожалуйста. Ну вот этот знаменитый человек, это социолог Роберт Паттон, который написал книжку «Играя в боулинг в одиночку». Он говорил про культурный капитал, про социальный капитал. По сути дела, про ту часть, за которую не отвечают архитекторы, но отвечают городостроители, потому что это некое сообщество. И вот сообщество, в том числе тех студентов, которые вытащили район Миннеаполиса из глубокого экономического кризиса. И он начал мерить по США, начал мерить, где какой социальный капитал и с чем это связано. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот он по разным штатам померил. Видите, что он брал в качестве характеристик этого общественного капитала. Число общественных организаций на тысячу человек. Социологические опросы, например, можно доверять большинству людей или нельзя. Вот видите, там весь север США голосует за то, что можно доверять, а весь юг, Техас в том числе, ни в коем случае нельзя доверять никому. Участие в работе местных организаций, участие в школьных праздниках, мероприятиях и так далее. Оказывается, вот по всей стране и по городам, и по штатам эти параметры очень сильно разнятся. И вот то, что мы сейчас делаем с компанией Хабидатом, мы пытаемся понять эту часть контекста средового. То есть мы пытаемся понять фундаментальные настроения, ценности горожан, которые определяют затем спрос на качество среды, на качество среды в будущем и так далее. Здесь что очень важно, почему слово фундаментальный спрос и слово спрос, они отличаются радикально. Спрос текущий — это вот что ему в конкретный момент интересно, а фундаментальный спрос — это его ценности, куда, в принципе, идет тренд. У нас тут было обсуждение книжки, которую выпустила Стрелка, назывался она «Города и горожане». И там один из вопросов был, а что, собственно, мы представляем о горожанах. Это вот, собственно, был предмет книжки. А что мы не представляем о горожанах? И как бы вот мой ответ на это состоит в следующем, что город помимо реальности пространственной, он еще реальность временная. То есть все инфраструктурные объекты, вот такие проекты благоустройства, как мы сегодня обсуждали, это на 50-100 лет вперед. И поэтому, раз так, то нынешняя власть представляет, в лучшем случае, четверть тех граждан, которые будут этим пользоваться. Может быть, 15%, может быть, шестую часть. То есть они говорят от лица меньшинства граждан, проживающих сейчас. Остальные еще не родились или еще сюда, в этот город не приехали. Поэтому как бы оптимум вот этого проекта, он лежит не в нынешнем времени, а он лежит где-то лет, наверное, на 15 дальше. А мы с вами встречаемся, когда обсуждаем такого рода проекты, не сейчас, не 26 июля 2017 года, а мы с вами встречаемся 26 июля 1967 года, через 50 лет. И то, что мы сейчас делаем, мы не можем делать только для нас, для нынешних поколений. Я потом к этому вернусь чуть-чуть позже. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это дальше уже, это уже по штатам, это не так интересно. Просто видно, что север штатов, там социальный капитал очень большой, а юг, он весь такой отсталый, и народ там, в общем, не общается. Следующий, пожалуйста. Да, вот еще один замечательный человек, он профессор из школы экономики, кстати, Рональд Ингельхард из Мичигана, он придумал очень интересную систему, которая оценивает вот эти социальные ценности. Можно следующий слайд, пожалуйста, вместе со своим коллегой Христианом Ветцелем. Он начал измерять города и страны и понял, что с ростом благосостояния экономического, это нижняя шкала, вырастает спрос на образ жизни, а не на какие-то экономические ценности. И вот там, грубо говоря, он проводил опросы, что для вас важнее, там, хорошая работа, крыша над головой и высокая зарплата, или там, свобода, возможность там креативно самовыражаться и так далее. И по разным странам он получил совершенно, совершенно разные ответы. И следующий слайд, пожалуйста. И, соответственно, вот вы видите три сегмента. Нижний сегмент – это страны с низким уровнем дохода, средний сегмент – это со средним уровнем дохода. Они так вот распределились, и верхний с высоким уровнем дохода. Нижняя шкала, а слева у вас ценности выживания, что вам нужно в основном как бы деньги, работа, крыша над головой. Ну и, в общем, вы в порядке тогда. А правая шкала – это ценности самовыражения. А вертикаль – это внизу, это традиционалистские ценности. Это, конечно, там только традиционный брак, никаких там ЛГБТ, там ничего такого, все-все очень традиционально. А верхняя часть – это очень рациональные ценности. Все это не так важно, главное, чтобы как бы все эффективно экономически работало. Обратите внимание, где Россия находится. Вы видите ее там, нет? Россия находится в самом левом углу нижнем, не нижнем, верхнем. То есть ценности выживания, бог с ним с этим самовыражением, крыша над головой, соответственно, зарплата и так далее. Как выглядит город, неважно абсолютно, лишь бы были квадратные метры. А наверх и наверх туда. Никакой традиционалистских ценностей, никаких. То есть очень свободно, цивилизованно, рационально мыслящие граждане еще круче, чем США. Штаты внизу по традиционалистским ценностям, они жутко религиозные, американцы, и поэтому они какую-то значительную часть всех вот этих современных реалий вообще не принимают. И естественно, наверху, в правом верхнем углу, это скандинавы. В основном это вот там Швеция, Норвегия и так далее, жутко рациональные и невероятно креативные. Следующий, пожалуйста, слайд. А вот тут это ровно та же самая картинка, как они распределились по культурным типам и регионам. Вот обратите внимание, наверху протестантская Европа, левый угол, верхний там, где Россия, там же и Казахстан, там же весь бывший Советский Союз. Это ценности выживания и очень рациональные при этом, как бы никакого традиционализма. Чуть-чуть там пониже Киргизии, по-моему, и так далее, а так все в основном в левом углу. Латинская Америка жутко традиционалистская, но очень креативная. То есть она в правом углу туда. Вот это на самом деле очень важно понимать, потому что когда вдруг не идет какой-нибудь проект по благоустройству или там, который предлагает какие-то исторические ценности, новые чувства, самобытности и так далее, это совершенно нормально в наших условиях. У нас пока нет на это запроса. Это длинный-длинный, очень длинный путь. И мне кажется, самое как бы двигателем этого будет не вот этот культурный запрос, который пока еще не сформировался, а экономический, потому что это зверски экономически выгодно. И просто это надо уметь посчитать. Это надо взять, посчитать и сравнить с любой инвестицией в обычную корпорацию и понять, что это в 4, в 5, в 10 раз выгоднее. И мне кажется, поскольку мы очень рациональны, мы за ценности выживания и ценности зарабатывания денег, вот этот вот драйвер, он вытащит как раз нас с программами благоустройства. Это вот ровно оно и есть. Возможно, я ошибаюсь. Следующий, пожалуйста. Вот это очень интересная вещь, это к вопросу о позиционировании Тувы. Это посчитал Джефф Мулган, бывший советник Тони Блэра, а ныне очень известный социолог, экономист. Его даже на урбанистический форум приглашали на этот. Он приезжал. Обратите внимание, значит, он проклассифицировал жителей больших городов Европы, включая Москву, например. Большие города Европы – это все выше 300 тысяч, то есть Тула туда попадает. Что в среднем, это средняя цифра, в Туле, конечно, не так наверняка, но тут даже не важно, как в Туле, тут важнее, как в Москве и в других городах. Примерно треть обладает большим запасом свободного времени и большим достаточно запасом денег, то есть типа могут позволить себе день не работать. Или же работают фрилансерами, то есть свободный график и так далее. По нашим наблюдениям, по данным мобильных операторов, когда мы видим, как передвигаются люди, происходит колоссальное увеличение беспорядочного трафика. Это означает, что люди не ездят на работу с работой, как машина, как это было в 60-е, 70-е, 80-е годы. Они постепенно начинают каким-то образом по-другому использовать время дня и постепенно создают огромную головную боль для тех, кто планирует город, поскольку это совершенно другая толпа, им совершенно другое нужно. Почему это важно для Тула, как мне кажется? А вот ровно потому, что это прекрасное место для вот этой вот третьей. Это час от международного аэропорта и российского аэропорта. Это прекрасная историческая среда, которую, если сейчас вот с помощью таких проектов восстановить, она будет отличной альтернативой вот этой вот скучной спальной застройке, которая в Москве. Фактически новое качество. Интернет, быстрая способность перемещаться с помощью аэропорта, прекрасная среда, состояние вокруг замечательной ландшафт и так далее. За два часа можно доехать до Большого театра за два с половиной, если очень хочется туда сходить или до консерватории несколько раз в год. А так получается, что это идеальное, абсолютно идеальное место вот для этого нарождающегося нового поколения. И даже если в Туле этот процент не 30, а 10, а может быть и 5, это не важно. Главное, что он в Москве уже такой, главное, что он во многих других европейских городах уже такой. И вот они сюда приедут. Они поедут не в Сколково, потому что им Сколково абсолютно не нужно, а они приедут сюда и будут создавать здесь спектр тех профессий, которые как раз городу очень понадобятся. То есть вы на самом деле, как мне кажется, один, может быть два таких города в окрестностях Москвы, да и вообще во всей стране получается, поскольку это рядом с уникальным транспортным узлом, который вот на этом качестве среды может получить раз в 10 больше, чем может получить другой. Другой тоже получит, но это качество будет жутко привлекательным вот для этой категории граждан, у которых много денег и много времени. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот это вот опрос Мулгана по поводу того, что нужно людям для комфорта. Хорошее отношение на первом месте, возможность жить в демократической стране на втором, дружба, душевное спокойствие, финансовая защищенность, возможность создать семью, хорошая физическая форма, интересная работа и так далее. Деньги на последнем месте, возможность сделать покупки на предпоследнем, возможность хорошо выглядеть там и так далее. Но вот уже со свободного времени начинается достаточно какое-то серьезное продвижение. Вот этот первый блок – здоровье, защищенность, свобода, взаимоотношения – это все имеет прямое отношение к городской среде. Через нее вы выходите на эти ценности ваших избирателей, ваших граждан и так далее. То есть вот вам, пожалуйста, одна из довольно интересных особенностей, на которые имеет смысл общать внимание. Мы на нее внимания практически не обращаем. Следующий, пожалуйста. Это вот Тарстен Хегерстран, знаменитый географ, который изучал траектории людей в городе и создал такой вот целый набор, называется диорамы у него, такой ландшафт пространственно-временной к вопросу о времени. Следующий, пожалуйста. И он понял, что если раньше время в пользу досуга тратилось не так много, то сейчас намного больше. То есть вот эта вот диаграмма, когда человек из офиса уезжает, тратит там меньше времени на работе, он уезжает и тратит время на какие-то… по своим интересам. Это среднестатистический человек, я понимаю, что это не каждый, да? Но его наблюдение именно таковое, и вот этот тренд, он опять же отлавливается в необходимости создавать для этих людей ту среду, которую они хотят потреблять. Следующий, пожалуйста. Вот это вот его же измерение по доступности разного рода там сервисов, услуг и так далее. За сколько человек, миль собирается ездить для того, чтобы получать эти услуги. И вы видите, что пространство досуга, это вот желтенькие, это все расширяется, да? То есть мы в этом смысле начинаем потреблять пространство. Потому что нам нужен досуг, и если его концентрировать в каких-то точках, в которых мы можем это сделать, то это, во-первых, мы и трафик сокращаем, а во-вторых, мы даем возможность людям получить то, что они хотят. Не только, соответственно, какую-то территорию, но еще и людей, которые ее потребляют, потому что людям нужны люди. Есть такая теория по поводу того, как правильно размещать в городе рестораны или какие-то сервисные предприятия. Казалось бы, посмотреть, где основная концентрация людей и поставить на ближайшем расстоянии. Ничего подобного. Оказывается, что гораздо важнее для человека не доехать не в ближайшую точку, если это, например, ресторан, а доехать в ту точку, где, если твой ресторан закрыт, который ты хотел, там открыто еще 10, в которые вы можете сходить. То есть для него важна альтернатива, опция, возможность гораздо больше, чем просто наличие какой-то функции. А это значит торговая улица, это значит торговая площадь, это значит плотность. И, собственно, это лишний раз подтверждает. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот это забавный случай с канадской историей. Маленький, не очень большой город, но, в общем-то, примерно похожий на Тулу, где-то там полмиллиона человек. Три парка в городе. Один используется сверх нормы. Второй парк не используется точно, как запланировали, а третий не используется вообще. Мэр города говорит, я третий парк снесу и на этом месте построю, там, смешанную застройку сделаю, центр коммерции, развлечения, жилья и так далее. Мэр, вот любимый мэр, всем он очень нравится. На следующий день получать демонстрацию, значит, мы тебя больше не изберем и так далее. Гневные слова. В чем дело? Он не понимает искренне, вы туда не ходите, в этот парк, там просто два человека в день появляется. Оказывается, что в мозгу у горожан, у нас с вами, возможность ходить куда-то так же важна, как и непосредственное потребление. То есть мы имеем дело с городским пространством, где пустота иногда важна. И вот кажется, что пустота, надо ее срочно чем-нибудь застроить. Ничего подобного. В какую-то надо, да, это надо, надо понять, какая из них какая. И вот для этого очень важно изучение контекста. А какая-то она, вот мы туда не ходим, но мы знаем, что мы туда всегда можем пойти, и это для нас важно. И даже поэтому значительная часть вот этих вот проектов благоустройства, они не могут относиться к пространству городскому как к корпоративному активу, который надо использовать досконально на 100%, а может быть и больше, если он может там вытянуть больше. Здесь нужно думать, потому что мы с вами не только работаем с физическим пространством, но еще с ментальным, которое оказывается крайне чувствительным, когда речь идет о каком-то преобразовании физической среды. Вот бывает пустырь, начинают застраивать, и дело не в том, что люди просто боятся, что там застроят что-то не то, что обещают. Это само собой, недоверие существует. Но за пределами недоверия просто иногда кажется, что это важно, и не надо это трогать. Следующий, пожалуйста. Это еще один человек, Уолтер Кристаллер, который создал теорию центральных мест, и опять же ктульский вариант. Вот если раньше человек… Значит, что как бы в его идее самое важное? Город – это центральное место, он рынок для всех окружающих территории региона, он отдает вам некое разнообразие. Вы можете получить какие-то услуги, работать, развлечения и так далее. И если раньше считалось, что если вы живете в городе, то чем в крупном городе вы живете, тем больше разнообразия вы получаете, то теперь все вывернулось наизнанку. В плотных районах Европы люди переезжают как раз в самый менее плотный район, но учитывая, что теперь благодаря развитию системы транспорта они могут добраться до города за час, за полтора, за два, у них вместо одного получается пять или шесть городов. То есть вместо одного аэропорта получается двенадцать, вместо четырех театров получается пятьдесят и так далее. Один работает в одном городе, другой в другом, третий в третьем. Тульское положение ровно такое. И это как раз уникальный кусок вокруг Москвы, достаточно плотного заселения, где вы в состоянии получить ровно это, вы в состоянии сбалансировать желание человека жить в комфортной среде и иметь полную возможность потреблять услуги крупного, большого города, ровно тогда, когда вам надо, и такие услуги, которые вы потребляете так и так несколько раз в год. И вот мне кажется, что вот эта вот концепция, она в плотно населенных районах нашей страны, не во всей стране у нас она очень большая, но вот она будет явно побеждать. В Европе, в Голландии, в Бельгии, в Северной Германии она уже победила. Там огромный тренд именно на вот такое вот проживание. Ну вот, общественное пространство как фактор размещения предприятия экономики. Все больше и больше, и вот сейчас оно держит первое место, все равно, где размещать предприятия. Они все от транспортных издержек больше не зависят. Им абсолютно все равно. Им важно, где будет жить их персонал, в том числе управляющий персонал. В каком городе? В хорошей средой, с хорошей социальной инфраструктурой, с доступностью к транспортным узлам или нет? В хорошей природе, в плохой природе, в хорошем климате или в плохом? Это самый главный фактор, по которому предприятие принимает решение о том, куда перейти. Вот это, соответственно, тренд, который, очевидно, надо поймать Тулит. И он, очевидно, вот с этим проектом начинается. И последний, если можно. А, ну это вот я уже говорил про безбилетника, что создавая среду, вы увеличиваете зарплату человека. То есть она в натуральной форме к нему переходит. Бомжу в гайдпарке легче, чем бомжу в городе Рубцовск, где рядом и ядерный полигон российский, да, там, и так далее. То есть где очень тяжелый город. Поэтому я утрирую, да, но тем не менее понятно, что я хочу сказать, что городская среда, которая создается, это дополнительные капиталы, это фактически надбавка зарплаты. Вот был такой забавный опрос экономиста, 500 руководителей крупнейших компаний мира по зарплатам, кто сколько получает. Оказалось, что в штатах зарплата, те, кто в штатах, зарплата на 15-20% выше. Как такое может быть? Их всего 500. Они управляют примерно одинаковыми по сложности компаний, рынок абсолютно единый. Как они соглашаются взять и на 15% меньше зарплаты получать в штатах, а в Европе больше? То есть больше в штатах, а в Европе меньше. Одна из причин состоит в том, что Европа для этой категории лиц очень важна, потому что там есть Британский музей, там есть Сарбонна, там есть какая-нибудь замечательная библиотека Вольфенбюдель, Италия. Все это в ближайшем окружении. Это та среда, которую ценят эти люди. Штаб-квартира визы, он находится в городе Саванна, в Южной Каролине. Там этого нет ничего. И для того, чтобы это все получить в своей жизни, человек должен куда-то ездить и так далее, он живет в среде, которая не отвечает его таким ключевым калиброванным потребностям. Одна из идей, почему собственность зарплаты меньше, именно в этом и состоит. Там, правда, есть еще и другие причины, чтобы быть окончательно честным. Профсоюзы европейские не дают главам корпораций получать слишком большую зарплату, но все равно вот эти 500 человек этот вопрос решают. Поэтому там что-то явно другое. Следующий, пожалуйста. И на этом, наверное, все. Да. Это некие факторы, которые сейчас важны для того, чтобы город был конкурентоспособным. Это высокий уровень инвестиций именно в общественный сектор, гибкость городской управленческой инфраструктуры, финансовая гибкость и так далее. И последнее, что там, последний слайд у меня, по-моему, про, если можно дальше, про финансирование. Нет, вот предыдущее, если можно. Да, что вот такие крупные проекты по благоустройству опять возвращают нас к представлению о городе как о временном объеме, потому что по идее они, конечно, должны финансироваться не из бюджета, а из займов муниципальных, потому что, как бы, логика здесь такая, а почему наше поколение должно нести все расходы на инфраструктуру, которая будет пользоваться 60-100 лет, да? Почему не рассрочить это? А рассрочить это можно с помощью долговых обязательств. Но это рынок, это сложно, это еще впереди. Когда у нас емкость нашего рынка облигационного финансовых инструментов увеличится, тогда мы будем в этом смысле гораздо более мобильны с точки зрения инвестиций в городскую среду. Сейчас инвестировать можно только небольшими какими-то деньгами бюджетными, но как только вот такой рынок встанет на ноги, он делал несколько попыток, потом пересмотрели отношение к долгу, сейчас, возможно, снова возвращается к этому. Но как финансовый инструмент для проекта благоустройства это один из самых интересных. Я на этом, наверное, закончу, потому что я уже перебрал все временные лимиты. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, то... Денис Ворошнин. Я представляю велосообщество, в частности, в Туре, когда занимаюсь развитием велосипедований, уже достаточно большое продолжительное количество лет. Алексей Викторович, как вы видите в этом новом городе, какие мы его видим в ближайшие год, два, три, пять, десять лет, велосипедистов и велосипедизаций, если посмотреть на Швецию, Данию, вообще, скандинавский воздух, там уровень передвижения на велосипедах, то есть в Финляндии сейчас вообще катается круглый год. Термин «копенгогенизация» — это вообще уже как бы, да, он в мире гурбанистики используется уже просто вообще, да. То есть там велосипедисты, человек вообще успешный, да, в том числе, передвигающийся на велосипеде, это совершенно спокойно, как бы, ну, как бы, это воспринимается спокойно. У нас, как бы, да, это пока отсутствует. То есть сейчас, ну, за последние годы с развитием проекта, ну, вы знаете, хорошо «Летс Байт», да, как это было парадок всех, мы просто очень хорошо с ребятами дружим, с Владимиром Кумовичем. Вот. В Москве чувствуется сдвиг, да, вот в сторону, то есть люди уже, даже зимой сейчас больше стало ребят, которые при наличии хорошего уровня жизни продвигаются на велосипедах и находят в этом очень много преимуществ, да, в том числе, когда, да, там, отсутствие необходимости искать парковку, да, там, и вообще, ну, вот как, ваше взгляд, роль велосипеда, велосипедизации, да, вот такой вот вообще, вот для таких вот городов, в частности, Коктула. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот для таких городов, как Тулла, это и замечательно, потому что, вот, к сожалению, получилось так, что всё началось с Москвы, а там есть куски, которые просто для этого, ну, никак не работают, и даже, вот, опыт, там, других крупных городов, Лондона, Нью-Йорка показывает, что в этих городах, вот, в частности, это не центральная история, это не про центр, потому что он слишком дорогой, там слишком дорого стоит этот метр, и такой, ну, это чрезвычайный аристократизм выделять там места для этих самых, для дорожек. А это как раз, вот, большая часть территории города, это спальные районы, но началось всё с центра, потому что туда все кинули деньги на благоустройство, и там решили быть модными и так далее, и в результате саму идею немножко дискредитировали, потому что, в основном, это, конечно, для городов такого размера, как Тула, это для районов Москвы, которые спальные, и там действительно велосипед заменяет, кто может, кто с удовольствием это делает, он заменяет машину с большим успехом, потому что дистанции такие, что пешком не пойдёшь, а если велосипед, это совсем другая история. И в этом смысле, ну вот, мне кажется, что как раз вот хорошо бы, если бы всё началось там вот здесь или в каком-то другом городе, вот до миллиона, потому что Москва сейчас, вот она уже думает, там, может, мы зря сделали эти велосипедные дорожки в центре. В Нью-Йорке они уже точно, они начали с Бруклина, с малоэтажного Бруклина, огромный вот этот район, где общественный транспорт малоэффективен, его мало, там есть метро, и вот там народ на велосипедах катается, там выделили дорожки, очень успешный проект, очень. В той же самой Германии, то есть практически даже в маленьких-маленьких на северных пунктах, везде эти дорожки, всё это соединено, то есть велико может, тебе не нужно даже машину брать, она стоит возле дома, она может чуть ли не месяц стоить, взял велосипед, доехал в куличную в ресторану куда угодно, включай на путь. Да-да, но это надо иметь в виду, всё-таки, что они все этим могут пользоваться, да, там, по возрасту, там, по здоровью и так далее, но те, кто могут, это, конечно, идеальная история, и мне кажется, вот как раз тут-то, и это просто тестовый полигон, я бы сказал, мне кажется, надо. Ещё один вопрос. А, да, это вопрос по трендоварбанистике, да, существуют какие-то определенные трендоварбанисты, насколько они применимы в Туле, если учитывать, что большинство промышленных людей это у нас находится в ЦАНДР. А это и хорошо, на самом деле они абсолютно применимы, потому что в конечном итоге, да, я не, это вопрос очень, как бы, такой тяжёлый, да, redevelopment промышленных территорий, там в Москве тоже всё в центре, они до сих пор, там их тяжело переделать, там есть два полууспешных проекта, полууспешных, они на самом деле, вроде бы как успешные, но это не redevelopment, это просто заселение этих районов, это вот район винзавода и артплея, и район флакона, да, они просто заселены, и там это всё как бы замечательно, но это никакой не redevelopment, это зил, это redevelopment, но это сколько прошло времени, да, а мы огромная работа по дезактивации территории, это самая дорогая часть, которая не даёт возможности всё это сделать, плюс те, кто за, те территории, которые брошены, изданы, там, сейчас для этого федеральный закон приняли, чтобы иметь возможность каким-то образом на основе закона пытаться выкупать эти территории у собственников, которых очень много, правда, закон приняли немножко такой жесткий, там, не то, что выкупать, а скорее экспроприировать с некой компенсацией, но тем не менее, вот, так что, с другой стороны, вот, если посмотреть на опыт redevelopment, это реновация, это одни из самых интересных кусков там во многих городах, если удаётся справиться, во-первых, с релокацией завода, а во-вторых, с подготовкой территории, это дорогие проекты, но жильё, если это старый завод, если это старые цеха и так далее, там, как правило, очень дорогое и интересно, если это новый завод советского времени, который просто там сносится, это ещё проще, потому что снести всегда проще, чем реконструировать, но более того, я вам хочу сказать следующее, что сейчас как бы тренд, почему я сказал, что ещё лучше-то в Туле, потому что тренд такой, что не избавляться от этих территорий, как от промышленных, просто наполнять это не, я не знаю, там, не нефтехимическим производством, а не там, фармацевтическим каким-то, тонкими лабораториями и так далее, то есть оставлять центры занятости, добавлять туда, как к ним немного жилья, добавлять туда, там, коммерческой какой-то застройки, но в целом не менять, профиль этого места, а просто занятость сама по себе другая, это очень важно, потому что есть сейчас такое желание взять всё это снести и построить там жильё, это вот хуже быть не может просто, потому что, во-первых, то, что спальный район уже всё отжил, его больше нельзя делать, это должен быть микс, это экономический нонсенс, я бы сказал, даже идиотизм уже экономический, поэтому вот такого рода районы их надо, последняя тенденция, Детройт, например, он их сохраняет, он делает там новые центры занятости, не заводы Форда, а просто совсем другие, но он их продаёт центром занятости, причём не офисной, а именно вот такой промышленной. Вообще, миксовый подход, там, где есть и жильё, и коммерция, и так далее, это самый лучший в этом смысле. Вот есть два примера роскошных совершенно в Москве, это Покровка и Моросейка, они же, это улицы, которые были автомобильными, а потом, сейчас это просто, это восхитительно, вот если вы туда специально сходите, насколько эти улицы ожили. Там есть вот среди благоустройства московского неудачные проекты, там вот не ожила совершенно Никитская, там где консерватория, но вот эти вот ожили, это первое, это микс, это рядом, конечно, ещё университет, что очень важно и так далее, центральное положение, что здесь есть абсолютно. И я бы сказал, конечно, скорее второе, то есть люди сами должны определить, что там будет, но какие-то магниты должны быть, вот поэтому, собственно, в этом проекте, который мы сегодня обсуждали, там рядом весь этот центр, там всё-таки запроектирован вот этот музейный квартал, на мой взгляд, это прекрасно, именно как магнит, а дальше уже там пойдёт, либо это будет ресторан, либо это будет галерея, либо это ещё что-то, но это как бы первая часть, да, второй ответ, не всегда, когда мало народу, это провал, да, такого рода проекты делаются на века, это права, это просто не вы ещё не доехали, не дошли до этого. Вот ровно такая же дискуссия идёт по поводу третьего кольца в Москве, оно загружено на 10%, у него потратили огромные деньги, это вот электричка новая, да, вот которая соединяет там станции метро, причём, причём эти 10% это новый трафик, а не разгрузка радиального, да, то есть они, и все ругаются, а зря, потому что, как бы выход на вот этот рубеж стопроцентной загруженности, он произойдёт только тогда, когда вокруг каждой станции будет ещё развита среда, то есть оптимум наступит через лет 15, у этого кольца ровно то же самое может быть и здесь, и делать выводы, что вот, например, там люди не пошли сразу, мне кажется, это неправильно, но есть провальные вещи, вот, например, первый этап благоустройства, опять же, в Москве, это отдельные улицы, между собой не связанные, да, они просто вот из одного, как бы, не обустроенного пространства ушли в другое не обустроенное пространство, если бы чуть-чуть подумать было бы, да, то есть связать их сетью, если бы они всю территорию бы подняли, да, будучи связанными между собой, была бы совсем другая картина, здесь, вот в этом проекте, ровно это и происходит, здесь замкнутое кольцо, здесь не одна улица, она выходит на набережную, дальше набережная Кремль, и она замыкается, то есть, сама по себе вот этот, вот этот контур, он уже очень много значит, я думаю, что это как раз состоится, все будет нормально. вопрос, это вопрос, скорее, из геоурбанистики, у нас вы упомянули несколько теорий, в том числе, теории глистранда, представленный Леша, вы говорите у вас с ним, по экономике, как есть, выгодно, кто в плане, что это близко по транспорту, с Москвой в природе. Ну, так, по-другому. Что? С домодетом. Ну, Москва в Респондоне, практически, если бы не был Москвы, то он был Респондоне. Я хотел бы просто спросить такое, что помимо плюсов, есть еще и ВГБ-минусов, в первую очередь, то, что Москва рядом оттягивается оттуда, по первой очереди, трудовые ресурсы из Тула, и, в том числе, сдерживает развитие именно сферы развлечения, у нас спрашивают, что именно в плане изучения, что мы ездим в Москву часто, то есть, это именно сдерживает, и, в том числе, как раз таки, в плане дефузии инноваций, что, несмотря на то, что Тула всего 200 километров, да, примерно, от Москвы, тем не менее, многие города, гораздо именно развлечения и инноваций, которые в Москве проявляют. Как вы поцениваете эту ситуацию? Почему это? Минусы больше или плюсы именно для того же как в Москве? Ну, это совершенно роскошный вопрос, потому что вот в региональной экономике есть такая теория Синклера, которая выделяет зону вокруг крупных городов, которая как бы попадает с одной стороны, туда не наступил еще большой город, но еще и не отошли старые формы занятости, старые, типа экономики и так далее. И там цена, например, на недвижимость очень сильно падает, и вот Тула попала в эту зону большой Москвы в какое-то время. Это абсолютно неизбежный процесс, с ним бороться, кроме как вот такими проектами невозможно, потому что ну, как бы расстраиваться по этому поводу точно не надо, потому что как уехали, так и вернутся назад, причем, возможно, другие, которые здесь будут жить в этой новой качественной среде, а не в Медведково. То есть это совершенно другое, это альтернатива. И поэтому, вот мне кажется, если город будет эту вот линию альтернативную гнуть, вот именно инвестиции в среду, восстановление старой исторической застройки, создание такого культурного, исторического, музейного кластера плюс еще современная занятость, ни в коем случае не убивая ту, которая существует, то вот это вот будет, то будет вторая волна. Наоборот, мне кажется, у вас может быть другая проблема в Туле. Если вы все хорошо сделаете, вот если все будет по плану, если эти проекты развернутся, то там через какое-то количество лет будет то же самое, что в Сан-Франциско, когда вот это вот практически шпана, да, там рок-музыка, там вся айтишники и так далее, которых не было денег, они покупали гаражи в этой долине, да, в Силиконовой. Когда они разбогатели, они приехали со своими деньгами в Сан-Франциско сейчас, и местные жители теперь вынуждены переезжать в другие города, потому что они не тянут по деньгам. А эти уже, значит, все. И другая культура, там реальная борьба. Там даже этот Google-автобус, по-моему, разбили, потому что он ассоциировался с этим ненавистным, ненавистной Силиконовой долиной, а Сан-Франциско – такой изумительный, красивый город, да. Так что, возможно, вот такое будет, но это слишком далеко еще, да. Так что вы готовьтесь, мне кажется, вот к этому, а это вот то, что уже уезжает в Москву, это, мне кажется, прошло. Сейчас вот с такими проектами будет лучше. Внимательно следя за теми новостями, которые происходят в журналистике, которые были определенные, в принципе, свои профессиональные интересы, я прикажу, что очень много публикаций о том, как это сделано у них и почему это сделано у них. И совершенно мало публикаций по поводу что-нибудь новенького, стоящего, прогрессивного у нас. И такое ощущение складывается, что у нас не приживается ничего здесь абсолютно в силу определенного, в другом причине. И вот вопрос конкретно, как руководитель школы ассоциирования. Есть ли у вас, среди ваших сотрудников, аспирантов, студентов, люди, которые разрабатывали свои-нибудь интересные проблемы и пытались, проекты, и пытались довести их до какого-то внедренного состояния, чтобы можно разжиться, получить за это оригинальную или государственную премию там и в конце концов получить какую-то репутацию профессиональную, чтобы вы достигли результатов. Поэтому мы вам обращаемся с новым заказом по развитию этого планета. Во-первых, да, есть один из них здесь, Михаил Малошенко. А где он? Нет? Он на субботнике на кладбище. А, уже ушел, да? Уже ушел. Но он, кстати говоря, он выпускник высшей школы урбанистики, один из первых, и он как раз в стуле развил безумную деятельность. Очень интересно. Но высшей школе урбанистики шестой год. Мы очень юные, да? Проектов таких много. У нас основной предмет для работы именно российские города и даже не по крупицам, а в общем достаточно большое количество проектов средовых преобразований. Мы работаем, например, с Казани. В Казани потрясающе совершенно. С набережными Челнами, с Нефтекамском. Это Татарстан. Мы работаем с Екатеринбургом. Очень много интересных проектов. Мы работаем с Пермью. Вот так сейчас начинается. Новый губернатор. Там набережная, транспортно-пересадочный узел, район театра и так далее. То есть, на самом деле, вот это абсолютно такая цепная реакция. Она началась не так давно. Вот эти средовые проекты. Ну, Москву я не беру, потому что это такой настолько гигантский средовой проект, что так его оценивать даже тяжело. А вот такие точечные, на мой взгляд, пока что лучшие из того, что я видел в реализованном смысле, это набережные Челны и Казань.